Преграды 185 или Сура Аз-Зарьяд, я не помню как переводится, Сура Аз-Зарьяд, 20-21 аяты. Если посмотреть эти аяты, как в этих аятах Аллаху Субхану Салли учит основам веры. Посмотрим на Коран, как Коран учит Акиди. Мы не найдем так, Акида, ее основа, раз, два, три, четыре, пять. Первая основа, вера в Аллаха, разъясняем. Что такое Тавхейд Улюхия? Это то-то, 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 то-то. Что такое Тавхейд Ас-Маласи Фан? Это вера во все качества Аллаха. Первое, Аллах такой, Аллах такой, Аллах такой. Мы в Коране такого не находим вообще. Такого подхода, философского, теоретического, такого, сухого, мертвого подхода, такого нет в Коране. Мы видим, что в Коране Аллах Субхану Салли обращается и к разуму, и к душе. И он, которые приводят, указывают нам на знамения, на свои знамения, на то, что Аллах сотворил. И во Вселенной, и в этом мире, и в нас самих. Аллах Субхану Салли приказывает в Коране, когда разъясняет основу веры, приказывает и размышлять о них, понимать их, и приказывает нам их чувствовать, прочувствовать их, то есть основу вероубеждения. Иман, на самом деле, иман, еще раз, это не выучивание каких-то формул и каких-то там текстов, это не иман, а иман, это что-то, что есть в сердце. Пророк сказал, в одном из достоверных хадисов говорит, там не про иман, а про богобоязнь. Мы тогда к этому хадису чуть позже вернемся. Но если говорить про суть имана, внешняя оболочка имана, это перечислить эти основы. Вера в Аллах, в ангелов, пророков, книги, судный день и так далее. Вера в Аллах, это верить во все его качества, верить в то, в то, в то, в то. Это оболочка. А где его внутренняя суть? Внутренняя суть, можно, например, сказать, иман, это такая сила, которая направляет человека на правильную дорогу. То есть, если, например, человек выучил всю ахиду, но она его не направляет в жизни к правильной дороге, значит, у него иман неправильный. Вот так. Даже если он все наизусть правильно выучил, выучил целые книги по ахиде, то есть выучил книги по основам веры в исламе, стал богослов, но если он выучил это на словах, но это то, что он знает, не направляет его на правильную дорогу жизни, значит, у него иман не говорим нету, но говорим, что он неполный или неправильный, неполноценный. Почему? Сура Тагабун, одиннадцатый аят. Аятов много, мы приводим просто некоторые как доказательство короткое. Сура Тагабун, Тагабун это как? Припирающий, взаимообман, да, по-моему? Взаимообман. Сура одиннадцатый аят, Аллах Субхан Тагабун говорит, «Вамай юмим билляхи яхди кальба». Кто верит в Аллаха, Аллах наставит его сердце. То есть Аллах направит его сердце по правильной дороге. Если человек выучил знания, и у него теоретически в голове есть, но его сердце не направлено по правильной дороге, значит, у него иман неправильный. И таких аятов очень много. Семейство имран, сто первый аят. Алимран, сто первый аят, Аллах Субхан Тагабун. И во многих других аятах Аллах Субхан Тагабун говорит, что иман, то есть настоящий иман, это такая сила, которая направляет человека по правильной дороге. Это первое. То есть иман это сила, которая направляет человека по правильной дороге. Второе. Иман это сила, которая регулирует, регулирующая сила, вот так можно сказать. иман это регулирующая сила то есть что значит регулирует что на что им она регулирует самого человека регулирует то есть это тоже как аппарат его на постоянно подкрутить подвинтить закрепить подкрепить до затянуть где-то направить и так далее человек нуждается в регулировании и а что является регулятором человека вот человек вышел куда он вышел на свой жизненный путь он вот родился а как ему жить чем и делать как родился вот вырос стал понимать как ему жить что ему делать вот у человека которого нету им она он не знает как ему что делать у нее нет регулятора нет ориентира нет регулятора нет компаса нет у него никакого маяка у него нету ничего у него нету и поэтому живет как попала как каждый раз как ему вздумается а если у человека есть иман вот этот иман является его регулятором он направляет его в каждой в разных ситуациях что ему делать приведем несколько примеров сурама и до трапеза 28 аят сурама и до 28 трапеза 28 это там примеры это только некто а лос мата раскат историю двух братьев двух братьев кого двух сыновей адама мы знаем что у первого человека адама было два сына да как их звали а что между ними случилось между этими двумя сыновьями а с одной стороны вражда была с другой стороны вражды не было но да зависть была разногласия была кто женится на одной из сестер как говорится там в толковании корана но смысл в чем что оба принесли жертву аллаху пожертвование оба принесли от 1 аллах принял это принял у того который был искренний и не принял у того который не был который был не искренним и тогда тот который был не искренним у которого вас патри не принял он сказал я тебя убью что сказал второй. Здесь человек может по-разному, его родной брат говорит, я тебя убью. Человек может по-разному, да, ответить на это. Но здесь сыграла какая сила? Сила регулирующая, иман. И он сказал, делай что хочешь, я на тебя руку не подыму, потому что я боюсь Аллаха. Я боюсь Аллаха, и я на тебя руку не подыму, а ты делай что хочешь. Если ты меня убьешь, Аллах тебя накажет. Почему этот один из двух братьев, почему такая у него была позиция? Что его вот поставил на такую позицию? А он мог сказать, нет, я тебя убью, и тоже взять оружие, там убить его, да, например. Почему он такую позицию занял? Потому что у него был иман, и иман его регулировал. Или вспомним историю, которую Аллах, спонталя, рассказывает про пророка Юсуф, алей-иссалям, да, когда красивая и богатная и знатная женщина закрыла все двери, да, завела его, закрыла все двери и сказала да, все. Что все? Сказала, что ты будешь совершать со мной грех. Он сказал, что красивая, богатая и знатная. Представьте, сколько что? Да, а он сказал, что нет, я не сделаю, то есть я не буду делать греха с тобой, потому что я боюсь Аллаха. То есть любой человек подумает, что у него было за сила, то есть откуда у него было, что это за сила, которая заставила его отказаться от греха. С какой женщиной с красивой, богатой и знатной. И причем он ей очень много должен, потому что он вырос в ее доме, как Аллах, спонталя, рассказывает историю пророка Юсуфа. И так далее. Что это была за сила, которая регулировала его ответные действия? Иман. Третья особенность имана или сути. Имана – это иман является источником покоя и умиротворения. Если человек выучил акиду наизусть, но его душе беспокойство, его душе беспокойство и тревога, он не находит покоя, не находит умиротворения, значит его иман еще в сердце не вошел. Иман, если у человека на самом деле есть иман, он будет в покое, он будет спокоен, он будет умиротворен. У него не будет тревог, страхов и сомнений, беспокойства внутреннего. Почему? Потому что он на самом деле верит в Аллаха который его видит, который его любит, который его помогает. И здесь в Суре Аль-Фатах открытие, 4 аят Сура Аль-Фатах открытие, 4 аят Аллах говорит он тот который послал сердца верующих сакина что такое сакина покой спокойствие умиротворенность поэтому например дом который человек живет в арабском языке называется second second что такое second дом а почему дом в арабском языке называется second потому что это дом это место в котором человек приходит и что успокаивается отдыхает находит безопасность ну вообще да так должно быть иногда не бывает да но вообще так должно быть вот и вот аллах спонтарь говорит аллах послал в сердца верующих а сакина если к тебе сакина не пришла в сердце то есть умиротворенность значит у тебя с иманом что-то не в порядке и дальше в этом же аяте говорит послает аллах умиротворенность покой в сердца верующих чтобы их иман увеличился другом аяте 40 оба покаяния в пятьдесят первом аяте аллаху талли говорит кулей юсы и бана или маката баллаху ляна гуа мауля на вааллахи фалят авакали му мини мумину то саят говорит о покое о спокойствии и умиротворенности верующих и говорит что скажи аллах говорит пророку скажи не постигнет нас ничего больше того что аллах написал то есть это чем будет человек спокойно если он верит в аллаха он будет спокойно почему он будет ничего не случится кроме чего кроме того что аллах написал то это число это слова только верующего ничего скажи ничего не случится кроме того что аллах написал он наш друг и на него полагается уповают верующие на него хадис пророк алейхи сатосарам который что говорит об особенностях имана если придет к верующему что-то хорошее счастье удача благо он что скажет хвала аллаху будет благодарить аллах и аллах его наградит а если у верующего случится беда или что-то нехорошее он что скажет этот пришло от аллах и будет что терпеть а если будет терпеть аллах тоже наградит то есть если случится хорошее он будет благодарить Аллаха, Аллаха его наградит. Случится плохое, он будет терпеть ради Аллаха и Аллаха его наградит. В любом случае он получит что? Награду. И Пророк сказал Саим дальше, что говорит? Это только у верующего. Почему только у верующего? Потому что человек неверующий, хорошее случилось, довольный, но пользы от этого нету. Почему? Он довольный, думает, что он это заслужил, он это нашел, он это получил и Аллаха не благодарит. Что-то плохое случится, все будет там. Понимаете ли, плохо, ненавидеть кого-то будет, кого-то в чем-то будет обвинять, недовольный, у него будет депрессия. Как мы видим, да, миллионы людей кончают жизнь самоубийством из-за каких-то абсолютно, на самом деле, временных каких-то трудностей. Сходят с ума и так далее и тому подобное. Конечно же, настоящий верующий от всего этого защищен. Богобоязненность, ее суть, богобоязненность есть богобоязненность тела и богобоязненность есть богобоязненность сердца. Почему богобоязненность тела, богобоязненность сердца? Например, как это богобоязненность тела и богобоязненность сердца? Богобоязненность тела такое. Это когда ты телом, своим телом делаешь то, что Аллах тебе приказал. И когда ты своим телом остеягаешься того, что Аллах запретил. А богобоязненность сердцем, это когда ты своим сердцем делаешь то, что Аллах приказал, и своим сердцем отказываешься от того, отдаляешься от того, что Аллах запретил. Есть в исламе, здесь тоже ограниченное понимание ислама. Какое? Многих мусульман, если спросишь, что обязан делать мусульманин, и сразу начинают перечислять что? Обязанности тела. А если спросишь, а что в исламе запрещено мусульманину? Сразу перечисляют запреты чего? Тело. Но очень мало кто из мусульман знает, о что приказано для сердца. То есть о сердечных обязанностях. И очень мало из мусульман знают о сердечных грехах. Например, делать намаз – это приказ телу. Не есть, например, запрет кушать свинину. Это запрет кому? Чему? Это телу, потому что ты физически телом кушаешь. Понятно, о чем идет речь? То есть есть приказы, обязанности тела. И есть харамы, запреты для тела. Но мусульманин, настоящий иман у него когда? Когда он выполняет не только приказы для тела, или остерегается запретов для тела. То есть не пьет вино, не ест свинину, там, я не знаю, не ворует, не убивает. Это харам, но это харам для тела. А есть сердечные запреты. Какие грехи сердечные? Гордыня. А это опасный тоже грех? Ничего себе. Проксал сказал, не войдет в рай тот, у кого в сердце будет хотя бы частичка гордыни. Гордыня, зависть, ненависть. И много других. Лицемерие. Много есть разных грехов, которые являются сердечными грехами. Они точно такие грехи, как пить алкоголь, или есть свинину, или убивать, или красть. Точно такие грехи. Они ничем не меньше. Абсолютно ничем не меньше. То же самое, как есть приказы для тела. Делать намаз, держать ураза, выполнять хадж, платить закат. Это все для тела, а для души быть искренним, быть благовоязненным, быть великодушным, быть снисходительным, быть добрым, быть милосердным, быть справедливым. Это все приказы для сердца. Это не физические понятия, это приказы, предписания для сердца. Братство, любовь к своим братьям, уважение к старшим, почтение, милосердие к младшим. Все это сердечные приказы, приказы для сердца мусульманина. Аллах говорит, например, в одном из аятов, сура Аш-Шу'ара, поэты, 87-89 аяты. Аллах говорит, Приводит слова одного человека, который говорит следующее. О, Аллах, не унизь меня, не унизь меня в день, в судный день, не унизь, то есть не опозорь меня в судный день, в тот день, когда не поможет ни имущество, ни богатство, ни дети, а поможет что? Только поможет то, когда человек придет к Аллаху, бикал бин салим, со здоровым сердцем. Этот аят говорит о чем? Смотрите, Аллах, су па-на-толе, говорит, ничего не поможет. И даже здесь, в этом аяте, не говорится даже об обязанностях тела и соблюдении законов для тела. А самое первое, с чего Аллах говорит, то есть удача, успех будет у кого в судный день, кто придет с здоровым сердцем. То есть здоровое сердце, это первое, с чего должен начинать человек. Грехи сердца, это первое, с чего должен начинать человек. Намаз это обязательно, урраза это важно, хадж это важно. Такие харамы, как прелюбодеяние, воровство, убийство, пить вино, есть свинину и другое, это очень большие грехи. Но ограничиваться ими и говорить, что вот это вот харам, а потом не выполнять такие же обязанности, как намазу, урраза и хаджи, закят, такие же обязанности, которые есть для сердца. Или делать грехи, которые ты делаешь сердцем, пусть даже ты не пьешь вино и не ешь свинину, но ты с сердцем своим совершаешь сердечные грехи, это вот тоже есть как неправильное понимание ислама. Рокс, слава салям, когда спросили его, что такое таква, где таква, где богобоязнь, он сказал богобоязнь здесь, то есть в первую очередь сердце. То же самое передается от Умара, как шел один человек по дороге, молодой человек, идет, еле волочит ноги, еле волочит ноги, и на лице его печаль, на лице его такая печаль, забота, скорбь. И Умар удивился, посмотрел, подумал, а у него что, кто-то умер? А ему сказали, у него кто-то умер? Что он так, еле волочит ноги, еле идет, чуть не плачет, чуть не падает, печальный, скорбящий. Спросил, у него что-то кто-то умер, что ли? И он говорит, нет, просто он такой богобоязненный. Он что сказал? Он очень разгневался и сказал, это не богобоязненность. Пусть Аллах вас умертвит, не умертвляйте религию. То есть не надо из ислам умертвлять, то есть делать так, как будто богобоязнь это чуть ли не полумертвый человек, который волочит ноги с постоянной печалью или скорбью на лице. Улыбка, то есть Умар нуль-Хаттаб что хотел здесь сказать? Что богобоязнь в первую очередь сначала в сердце, а потом она должна как-то внешне проявляться. А не так, как некоторые люди, что внешне ее пытаются как-то показать одеждой или поведением внешним, но в сердце богобоязненности если нету, то это уже не ислам. Еще раз сказали, что в религии есть оболочка, а есть внутренняя сторона, и внутренняя сторона она важнее. Если человек с внешней стороны все правильно сделает, а внутреннее, в сердце у него будет что-то неправильное, неполноценное, это не будет дело принято Аллахом с па на царе. Но Коран и Сунна показывают, что если человек с сердцем все правильно сделает, но внешней стороне у него будет какая-то ошибка по незнанию, по забывчивости или почему-то другому, это дело может быть принято Аллахом с па на царе, и прощена ему вот эта внешняя ошибка. Это то, на что указывает Коран и Сунна. Поэтому так же, как в исламе есть предписание для тела, и так же, как в исламе есть запреты для тела, точно так в исламе есть приказы, фарды для сердца, точно так в исламе есть запреты, то, что является харамом и грехом для сердца. И здесь правильное понимание ислама, это взять ислам целиком и полностью, то есть и внешнюю его сторону, то есть приказы, запреты для тела, и внутреннюю сторону, и даже внутренняя сторона, она является важнее. Почему? Потому что с сердца на самом деле все начинается. Сердце начинается, сердцем закончится, как Аллах говорит в Коране, добьется успеха в судный день тот, который придет к Аллаху со здоровым, чистым сердцем. Вспомним, а также о такой основе ислама, как искренность, намерение, ания. Ниет является половиной религии. Половина религии это все остальное, а половина религии это ниет. Ниет, намерение, это пол ислама, половина ислама это ниет. А вторая половина ислама это все остальное, и обряды поклонения, и законы шариата, и нравственность, и так далее. Все обряды поклонения, сколько их много, законы шариата их много, нравственность, много разных нравственностей. Основного вероубеждения их много, это половина религии. Все это примется и принесет пользу человеку только когда есть вторая половина религии, ниет, намерение. Поэтому ниед, а ниед это работа чего? Это работа сердца, не тела. Поэтому ниед очень важный. Вспомним хадис, в котором Пророк Саусалям сказал, все дела будут взвешиваться в судный день по намерениям. То, что переселение было ради Аллаха и посланника его, его переселение будет записано, как ради Аллаха и посланника, и так далее, до конца этого хадиса. Вспомним о важности ниеда и искренности, а это сердечный приказ, то есть искренность является сердечным фардом, фардом для сердца. Пророк Саусалям сказал, кто попросит у Аллаха искренне аш-шагада, то есть кто будет просить у Аллаха искренне погибнуть шагидом, то есть отдать свою жизнь ради Аллаха, достигнет степени шагида, даже если умрет в своей кровати. Этот хадис передает имам Муслим. В другом хадисе Пророк Саусалям сказал, кто пришел, лег в кровать, или прилег в кровать, и он намеревается ночью встать и молиться, то есть встать ночью делать намаз, но его глаза его как бы победили, и он заснул и проспал до утра, но он искренне намеревался, но заснул и проспал. Пророк Саусалям сказал, что ему будет то, что он лягу ма нава, ему будет то, что он намеревался. А его сон, подарок Аллаха ему. Если он намеревался искренне, просто прилег, но намеревался встать и молиться ночью, но заснул, как бы против своих, победил его сон, заснул и проснулся утром, то его сон, подарок от Аллаха, а ему будет записано, как будто он молился ночью. Вспомним хадисы мунафихов про лицемеров. Пророк Саусалям, когда рассказывал о мунафихах, мы знаем это очень, то есть категория людей, даже ниже, чем неверующие, потому что в аду, Аллах Саусалям, что нам сообщает, что в аду мунафихы будут ниже даже неверующих, в самом низу ада будут лицемеры. Пророк Саусалям, когда перечислил их качество, самое первое, их качество какое? Сердечное. Они говорят, мы верим в Аллаха, но в Аллаха они что? Не верят. Они говорят, мы верим в Аллаха, но в Аллаха они не верят. Они приходят к Мухаммаду Али Саусалям и говорят, мы верим, что ты посланник Аллаха, но они на самом деле не верят, что он посланник Аллаха. То есть первое, с чего их лицемерие, это сердечное лицемерие. А потом уже Пророк Саусалям назвал их какие-то телесные, то есть качества, которые они телом проявляют. То есть если говорят лгут, если им что-то доверяют, Они это доверенное нарушают, если дают обещание, обещание нарушают, если они с кем-то конфликтуют, ведут себя нечестиво. То есть, и Пророк Саалам перечислил несколько их качеств. Но эти качества какие? Видимые качества. Это качества, которые они совершают телом, их можно увидеть. Но самые важные, самые страшные качества, это, конечно же, то, что в их сердце. То есть, они говорят, мы верим в Аллаха, верим в Пророка, но они в них не верят. Вспомним, Пророк Саалам в одном из хадисов, что говорит, тот, который не оставил лжесвидетельства, это, например, связать обряды поклонения, ибада. В них есть оболочка, а есть что? Суть. Аллаху смотрит про намаз, что говорит в Коране? Намаз запрещает делать грех. Если человек делает намаз, но не делает, но этот намаз не увеличит его богобоязненность, значит, что намаз соблюдает его оболочку, но не соблюдает его суть. А суть важнее всего. Поэтому Пророк Саалам в одном из хадисов что говорит? «Ман лемн яда азур валь амаль биги» и так далее. Кто не оставил лжесвидетельства и дел, которые он совершает по лжесвидетельству, то есть кто не оставил ложь и лжесвидетельства, то Аллах не нуждается в его ураза. То есть не нуждается в том, чтобы он держал ураза. То есть если человек держит ураза, то есть не ест, не пьет, это что? Это тело. Это дело тела. А в сердце, если он остался лжецом, или он остался завистником, или он остался высокомерным, или если он остался и ненавидит мусульман, то все это от его ураза у него ничего не будет, кроме голода и жажды. И в другом хадисе Пророк Саалам сказал, что он сказал, что некоторые есть, Пророк Саалам говорит, есть некоторые, у которых от ураза, от ураза, от поста ничего, кроме голода и жажды. Почему? Потому что внешнюю сторону они соблюдают, а внутреннюю ее не соблюдают. Вспомним хадис, в котором Пророк Саалам в одном из хадисов говорит, «Аль-Хаджу-ль-Мабрур, лей-салей-у-хавабун, илля-ль-джанна». Благочестивый хадж, нет у него награды никакой, кроме рая, аль-джанна. А что такое благочестивый хадж? Например, если книгу «Пафиху открыть» – хадж, мы там прочитаем какую сторону? Внешнюю сторону. Поехал туда, сделал столько обхода вокруг Каабы, пошел на Арафат, сделал там то, пошел в Мина, сделал это, пошел в Муздалифа, сделал это, пошел туда, кидал камни, вернулся к Каабе, сделал это, сделал здесь намаз. То есть внешняя сторона, ее мусульман должен соблюдать. Но если он соблюдает внешнюю сторону, то есть обряд этот полностью выполняет по правилам. Но при этом, Аллах Субхан Талли в Коране что говорит про хадж? Рафат уль-фусух уль-джидаль. Аллах Субхан Талли говорит о хадж, который Аллах примет, это хадж, в котором нету рафат аль-фусух уль-джидаль. Что такое рафат? Грехи. Аль-фусух. Нечестивость и всякие вообще плохие дела, отношения к людям и так далее. Уль-джидаль. Споры, вражда, конфликты и тому подобное. Аллах Субхан Талли говорит о хаджи, что в хаджи этих вещей не должно быть. Совершение каких-либо грехов. Сразу вспоминаем, каких грехов? Не грехов, только тело. Грехов тела и грехов сердца. Да? Воль-джидаль. Споры, конфликты, разногласия, рознь, какие-то эти проблемы. Воль-фусух. Это любое проявление нечестивости. Да, то есть фуск. Ну, нечестивость, да? Нечестивость, греховность. Если эти вещи есть, но человек выполнил все правила хаджа, от его хаджа никакой пользы не будет. Он только зря потратил деньги, зря потратил время, и зря потратил силы, и даже, может быть, он там заработает себе что? Какие-то грехи. Эти хадисы все приводятся в сборники Бухари. Если говорить, например, про закят. Есть в закяте что? Внутренняя сторона и внешняя сторона. То же самое. То же самое. Пророк говорит в одном из хадисов, Аллах благой принимает только благое. То есть, поэтому, когда человек дает закят, пусть не думает, что если он правильно посчитал закят, и правильно дает тому, кому он должен, этот закят обязательно будет принят. Конечно, в первую очередь должно быть что? Искреннее намерение. И во-вторых, должно быть что? Ожидание награды только от Аллаха. И ни в коем случае, например, не презирать того, которому ты даешь. Не гордиться, не хвалиться тем, что ты кому-то даешь. Не унижать того, кому ты даешь. Аллаху спантера в одном азарято в Коране что говорит? О тех людях, которые кому-то дали, ну, помогли кому-то, дали, а потом еще что дальше? Ставят ему это как услуга. Что я тебе услугу оказываю. Или даже, может быть, унизили его как-то, или отнеслись к нему с каким-то презрением. Или после того, как помогли материально, что-то там нехорошее, еще слова, то есть сказали какие-то слова. Аллаху спантера говорит, что такое абсолютно не нужно Аллаху спантера, или до Аллаха это не дойдет. Аллаху спантера в одном азарято, когда обращался к многобожникам, которые резали животных. Резали животных и говорили, это мясо, то есть Аллаху. Аллаху спантера что говорит? Что им ответил в Коране? Сказал, до Аллаха не дойдет их мясо. До Аллаха не доходит мясо. То есть до Аллаха, это насчет того, что скоро будет хурбан. Если кто-то, например, зарезал кого-то и потом раздал, а после этого он это хвалился, показывал, рассказывал, и тем, кому он дал, он еще там что-то им сказал нехорошее, вот вам, так далее, или ждал от них благодарность или чего-то, Аллаху спонталя об этом в Коране что говорит? До Аллаха не доходит мясо, да? А до Аллаха что доходит? Богобоязненность, которая в сердцах. Аллаху спонталя говорит, до Аллаха не доходит мясо, а до Аллаха доходит богобоязненность, которая в сердцах. Аллаху спонталя говорит в аяте с суры Аль-Инсан, 9-8 аят. И они кормят, Аллаху спонталя в суры Аль-Инсан, 8-9 аят говорит, и они кормят Аля-Хуббихи. Аля-Хуббихи здесь есть два толкования, но можно сказать, оба правильные. Они кормят кого-то едой, которую сами любят. Это первое. Аля-Хуббихи, сами ее любят, эту еду. Но все равно, хоть они ее и любят, они этой едой кормят других. Второе, они кормят едой, то есть бедных, нуждающихся, и пленников, как говорит, да? Мискин, бедный, ятим, сирота, асир. Пленник кормят его едой ради любви к Аллаху. Не ради похвалы, или показухи, или рекламы, или там предвыборное что-то, да? Или еще что-то. А кормят, то есть бедного, нуждающегося сироту, или пленного едой, из-за любви к Аллаху спонталя, говорят, Мы не хотим от вас ни благодарности, ни награды. Ничего от них не хотим. Второе, или не второе, а следующее понимание религии, это то, что необходимо переходить от слов к делу. То есть, можно сказать, от слов к делу, это одно из тоже важных пониманий в исламе. Есть, конечно, слова, которые нужно говорить, но наиболее важные, это дела, которые нужно делать. И пророк, саламсалам, нет, это не пророк, это один из сподвижников, он один из сподвижников говорил в свое время, но уже это было после смерти пророка, саламсалам, его спросили, а что ты можешь сказать о сподвижниках? То есть, это уже было время, когда сахабы очень мало осталось. Его спросили, что ты можешь сказать о сахабах, и их делах? Он сказал, что они не говорили, но много делали. Потом пришли люди, которые говорили и делали. А теперь пришли люди, которые говорят, но не делают. Поэтому в исламе, конечно, есть слова, которые нужно говорить, но в первую очередь, Аллаху Супанталя будет спрашивать человека не за слова, а в первую очередь, будет человека спрашивать за дела. Поэтому Аллаху Супанталя в Коране, в Суре Мульк, что говорит? Аллаху Супанталя создал нас, чтобы испытать нас на что? Ахсану амаля, кто лучше из нас делами. Но Аллах не сказал, кто лучше из нас словами. О каких словах можно говорить? Например, какие слова? От каких слов нужно или отказаться, или стараться как можно меньше к ним обращаться? Например, слова, так мы в общем говорим, а на практике уже как бы сами смотрим, когда это происходит. Например, слова о прошлых поколениях, то есть о тех, которые были раньше, о каких-то прошлых победах, или о каких-то прошлых великих людях, или о своих предках, о том, что они сделали, хорошего или великого и тому подобное. То есть рассказы о прошлом, о чем-то хорошем, пусть в прошлом, но в этом нужно все-таки, что меньше этим заниматься. Почему? Потому что мы будем отвечать, мы будем отвечать перед Аллахом, и не сможем Аллаху сказать, а вот наши дедушки вот так делали хорошо, или мой папа вот так делал, да, там, или наши предки вот так делали. Нам это поможет, что ли? Абсолютно никак не поможет. Хоть ты сын самого пророка, тебе это никак не поможет. Хоть ты будь хоть кем, тебе это никак не поможет, потому что тебе поможет только то, что ты сам сделал поэтому много говорить о том что мы хорошего или великого или там правильного ли не знаю там чего-то сделали не мы наши предки или в прошлом кто-то говорить и забывать то что мы мы сами должны сегодня делать это одно тоже это что не правильное понимание ислама некоторые опять же мусульмане думают что если много говорить о том, что мы правильного, хорошего и там, не знаю, сделали в прошлом, кто-то там сахаба или табиаин и так далее, как будто это как-то изменит наше положение или нам это принесет какую-то награду. Нет, до тех пор, пока мы сами сегодня, мы сами не будем делать то, что должны делать. Рог са салам, конечно, вспоминал, например, свою родословную, но никогда он ей что? Не гордился. И если передается, от него передается один или два хадисов, которые он вспомнил свою родословную. Сказал, что Аллах спонтали из детей Исмаила выбрал род Канана, из Канана выбрал племя Курайш, из Курешита выбрал Гашима, а из Гашима выбрал меня. И все, он перечислил свою родословную. Но, когда кто-то гордился и постоянно ставил кому-то в упрек, или как в похвалу себе, или что похвалить себя, вспоминал своих предков, Рог са салам назвал это аль-джагилия. Сказал, что это джагилия, то есть это не исламское понятие, не исламское действие, которое было у людей до ислама. В этом хадисе, пророк са салам сказал, Аллах, первый хадис из Муслима, то есть когда Пророк са салам перечислил свою родословную, он не отказался от родословной, он вспомнил ее, но он не гордился каждый раз, не говорил про нее, чтобы каким-то образом себе гордиться, или поднять себе какое-то положение заслужить, или уважение заслужить из-за своей родословной. Но в хадисе, в котором Пророк са салам сказал, Аллах очистил вас от джагилии, очистил вас это проксусом гид сахаба очистил вас от за джагили от чего из джагили то есть из до исламских обычаев от того что вы гордились своими предками тот скажет а гордиться предками значит нельзя в исламе нет здесь золотая середина должна быть ислам не запрещает гордиться предками если это предки богобоязненные праведные делали правильно но ислам запрещает а вот это есть джагили джагилия когда ты гордишься и хвалишься предками своими прошлыми делами или делами твоих там предков или там знаю родственников гордишься хвалишься ими и поддерживаешь их рассказываешь о ними так далее даже если они неправильные эти дела даже если они являлись грехами но это есть джагили и вот брак салам сказал то есть аллах очистил вас от джагили от того что вы гордились своими отцами но здесь объясняет, а где позиция ислама? Му'мин таки. Говорит, верующий, он праведный. Ульфаджир шахи. А неверующий или грешник, нечестивый, он что? Шахи. То есть он будет в убытке. Он проиграет. Он твой отец. Если твой отец верующий, он, то есть добьется успеха, можешь гордиться им. Если твой отец или хоть кто там, твой дедушка, если он нечестивый или неверующий, то есть ни ему это пользы не принесет, ни тебе никакой пользы не принесет. Дальше правовство салам говорит, вы все потомки Адама, а Адам из земли. Этот хадис приводится в сборнике Ахмада и Абу Дауда. Также из слов, в которых следует ограничиваться, мы опять же говорим, не говорим, полностью надо отказаться. Эти слова должны быть ограничены по мере необходимости. А не так, когда очень много мы занимаемся словами и вот такими словами. Вторая тема, на которой тоже не нужно очень много говорить, это о прошлых ошибках. Это о прошлых ошибках. То есть, как некоторые начинают, то есть, не стараются делать дела сегодня и исправлять положение сегодня, а сидят и плачут, ой, как было плохо, как случилось, вот как сделали, почему мы так сделали, или почему с нами так сделали. Вот было такое несчастье, вот была такая беда, и вот сейчас у нас все вот, понимаете, у нас сейчас все плохо, потому что вот тогда кто-то или что-то там плохо получилось. Или сделали, или мы, или нам, или еще что-то. Да, и мы видим людей, которые бездействуют сегодня, но зато много говорят о тех плохом или ошибках, которые произошли раньше. И здесь, в одном из хадисов Хадис сборники Мусульма говорит Хадис сборники Мусульма говорит «Эхрас, то есть, старайся как можно больше делать то, что приносит тебе пользу, старайся как можно делать больше тебе то, что сегодня, сейчас, приносит тебе пользу, и полагайся на Аллаха, то есть, «вестайн би-Ллях'а » «полагай саналлах, ищи помощи у Аллаха» «вала та чус» «и не проявляй слабости, и не говори» Ураг саналемид говорит «не говори» «Если бы я сделал так или вот так, или вот так может быть сегодня было бы вот так, и вот так, и вот так» То есть да, сегодня у меня плохое положение, почему? Потому что я вот тогда сделал так-то А хулигасы говорит, хватит эти разговоры «делай то, что сегодня как можно больше всего дня тебе принесут пользу И не говори, если бы я сделал так, было бы сейчас по-другому, или говорим, если бы наши предки сделали так, было бы по-другому, или если бы тот хан так сделал, было бы по-другому, или если бы тот халиф сделал так, было бы по-другому. То есть эти разговоры о прошлых ошибках, в них нужно ограничиваться, и если их вспоминать, то только по мере необходимости, чтобы эти ошибки просто научить людей избегать их, а не сидеть и плакаться постоянно на эти ошибки прошлые, сваливать, валить нынешнее положение. Рок С.С. говорит, не говори, если бы я сделал так, было бы так, но скажи, Аллах это предопределил и сделал то, что Аллах захотел, потому что слово «если» открывает дела шайтана. Это хадис сборники муслима. Также из разговоров, от которых нужно отказаться, это разговоры о чужих ошибках. Это тоже то, что мусульмане очень хорошо умеют делать. То есть сегодня говорить о чужих ошибках. И особенно тема нашего семинара – это течение. Как ни посмотришь, каждое течение об ошибках друг друга говорят, или о ошибках какого-то ученого говорят, пишут книги об ошибках какого-то ученого и так далее, и тому подобное. Об ошибках кого-то, чего-то эти разговоры нужно как можно, чтобы больше и больше ограничить, или по возможности от них отказаться, и только если говорить о них, только в крайней необходимости и по мере необходимости. Омар Абдул-Хаттаб сказал Омар Абдул-Хаттаб что говорит? Пусть Аллах смилостивится над человеком, который покажет мне мои ошибки. Не наоборот, да? Я буду искать ошибки других. А это был принцип Сахаба. Он говорит, пусть Аллах смилостивится, то есть он благодарен человеку, который покажет на его ошибки. Сподвижники почему постоянно развивались? Почему? Потому что они искали ошибки в себе, находили их и справляли, они тем самым развивались. А когда мусульмане постоянно будут искать ошибки друг друга, естественно, развития никакого не будет. А ошибки эти все останутся. Пустословия и пустые разговоры. Пусть Аллах смилостивится в одном из хадисов, этот хадис Бордики Тирмзи сказал Народ, какой-то народ, после того, как встал на правильную дорогу, если заблуждался, то заблуждался после того, как погружался в споры и в дискуссии. Он говорит это про историю. Если какой-то народ шел по правильной дороге, то есть он шел, этот народ знал истину, и шел по правильной дороге, но потом заблуждался. Пусть Аллах смилостивится, если такое происходило, то происходило только по одной причине. Почему? Потому что среди них начался Аль-Джадаль. Джадаль это споры, разногласия, дискуссии, постоянные споры между собой. Поэтому от множества споров тоже, конечно же, следует отказаться. И вспомним хадис, где Пророк Сауссалин говорит, я гарантирую рай, я гарантирую рай. Хадис, если не ошибаюсь, он в сборнике Муслима, я гарантирую рай тому, который отказался от спора, и он знает, что он на истине. И он знает, что он прав. Я гарантирую рай тому, который отказался от спора, и он знает, что он прав. Также Пророк Сауссалин в сборнике Бухари И вспомним аяты, да, сура Бахара, почему названа Бахара, корова, потому что Оспандр приказал одному еврейскому поселению зарезать корову. Вместо того, чтобы зарезать корову, они начали спрашивать, какая она цвета, какого она возраста, какого она там чего-то, чего-то, чего-то. До тех пор, пока они вместо того, чтобы просто зарезать корову, вынуждены были ее очень долго искать, найти, потом из ее шкуры сделать мешок, этот мешок наполнить полностью золотом. То есть, насколько они усложнили себе религию. И пророк, или один из подвижников, по-моему, пророк сказал о том, что проклятие тому, который своим множеством вопросов усложнил мусульманам религию. Множество вопросов усложнил мусульманам религию. То есть, имеется в виду, что в этом же хадисе есть продолжение объяснения. Аллах, субханатсаля, из своего великодушия, из нисхождения умолчал что-то, а он спросил, из-за его вопроса, Аллах, субханатсаля, это что? Запретил. То есть, он своим вопросом сделал еще один харам для мусульманам, то есть, усложнил религию. И Мурок, субханатсаля, в одном из хадисов говорит, Аллах запрещает вам. Сказал, и кто-то сказал. Кылья ва каль, это было сказано, или кто-то сказал. То есть, вот эти разговоры, множество разговоров. Аллах запретил вам, сказал, и кто-то сказал, и запретил вам множество вопросов. И, конечно же, из разговоров, из слов, от которых следует отказаться, это пустые, бесполезные разговоры. В суре Косос, рассказы в 55-м аяте, Аллах, субханатсаля, говорит о верующих. Если они услышат пустые разговоры, они от них отвернутся. Омар Абн-Хаттаб проклинал и строжайшим образом запрещал спрашивать о вещах, которых что? Нету. Так же Омар Абн-Хаттаб запрещал и даже проклинал спрашивать о вещах, которые не нужны. И когда кто-то спрашивал, даже о религии что-то спрашивал, он спрашивал, это есть у тебя? То есть, ты задаешь какой-то вопрос, это у тебя этот вопрос стоит перед тобой? Или ты просто так, теоретически спрашиваешь, просто чтобы спросить, поспорить, обсудить? У тебя этого проблема есть реально? Это вопрос действительно живой, а он перед тобой стоит? Тогда он разрешал этот вопрос задавать. Если же, то есть, кто-то спрашивал просто так, ради общего ознакомления, и из-за этого потом пустые разговоры и споры, да, как много есть среди мусульман. Если поднять сколько споров сейчас среди мусульман о вещах, которые реально сейчас перед ними вообще не стоят, о вещах, которые нету их, а споры есть из-за них. И это уже говорит о чем? О том, что чем больше говоришь, тем меньше делаешь. Поэтому, если хотим и больше делать, мы должны отказаться от большей части своих разговоров. Пророк Саласал в одном из хадисов сборника Тирбизы говорит, «Самый любимый для меня человек, и который будет ближе всего ко мне в судный день, это тот, у которого лучшая нравственность, а самый ненавистный для меня человек, и тот, который в судный день будет дальше всего от меня, это тот, у которого плохая нравственность, и он еще ассар-сарун, болтун, те, которые разговаривают и спорят о ненужных вещах». Пророк Саласал говорит, «Самый ненавистный для меня, тот, который дальше всего будет от меня в судный день, это кто, у которого плохая нравственность, который болтун, и который разговаривает о ненужных, бесполезных, непрактических вещах». Также из слов, от которых следует отказаться, это слова, которые противоречат действиям. То есть, когда ты что-то говоришь, но сам этого не делаешь, от таких слов лучше отказаться. Аллах Субхан Таалев в суре «Саф» ряды. Второй, третий аят говорит, «Я его ладына аману лима такулюна ма ла тафалюн, кабура мақтан инда Аллахи ан такулю ма ла тафалюн». «Увы, которые веровали, почему вы говорите то, чего вы не делаете? У Аллаха большой грех говорить то, что вы не делаете. Почему очень часто так мы видим, что люди очень много говорят, но мало делают? Здесь есть две вещи, или две причины, из-за которых люди могут вот в такое заблуждение впасть. То есть, две причины, из-за которых люди могут впасть вот в эту проблему, то есть попасть в эту проблему. То есть, множество разговоров и мало дел. Что это за две причины? Первая – это либо отчаяние, пессимизм. Вторая, наоборот, идеализм. Вот эти две крайности. Поэтому мы говорим, что всегда нужно быть на золотой середине. Есть две крайности. Первая – это отчаяние. Человек отчаялся. Все, ничего не получится, все плохо, все ужасно, ничего исправить невозможно, поднять нельзя, мусульман, все, там, тот сделал, тот, исправить ничего не получится. Все, отчаялся, все, пессимист. Такой человек, он что будет? Он будет очень много потом разговаривать, потому что он ничего делать не будет, он же отчаялся. Раз он отчаялся, значит, он ничего не будет делать. А зачем делать, если ты уже ничего не можешь исправить? Если невозможно исправить, что… И он будет сидеть и говорить, вот это плохо, вот это плохо, эти виноваты, те виноваты, все, вот это плохо, тот плохой, этот плохой. вы видите, сколько трудностей, вообще преград, препятствий. Он будет разговаривать, спорить, разногласить, доказывать, но ничего не будет делать, потому что он сам отчаялся, он не будет ничего делать, он не верит вообще в работу. Зачем работать, если невозможно исправить положение? Это первая причина. Вторая причина, когда кто-то много разговаривает, но мало делает, это наоборот, вторая крайность, противоположность, идеализм. То есть первый говорит, ничего невозможно сделать, а второй у него не идеализм, а идеализм. Идеалист, у него все идеально, он думает, что все очень легко и быстро можно сделать? Очень легко и быстро, и красиво. Оптимист, это как бы хорошее качество. Это крайний оптимизм. То есть можно сказать, оптимизм, но в таком крайнем проявлении, когда кто-то наоборот. Первый все видит в черных тонах, а второй видит все в розовых тонах. Все легко, просто мы сейчас вот так вот так сделаем и все исправим. Раз-раз вот так сделаем, все будет, все. Победа придет, мы это сделаем и то исправим, так установим восстановим и так далее то все облегченно вот эти идеалисты почему они много раз говорят а мало делать потому что идеализм то есть крайне вот этот оптимизм да у них реальных действий они не могут не умеет совершать почему чтобы реальные действия реально много дел делать нужно быть реалистом не пессимистом и не идеалистом а реалистом то есть смотреть на вещи такими какие они есть на самом деле и не смотреть говорит что все плохо и ничего не делать а другой все хорошо и легко тоже ничего не делать а нужно к вещам подходить так как они есть на самом деле и поэтому когда ты будешь реальность понимать такой какая она есть на самом деле когда ты свои силы будешь оценивать реально будешь знать конкретно что ты можешь что-то не можешь будешь реально оценивать силы врагов, когда ты будешь реально знать, что они могут и что они не могут, тогда ты будешь действительно делать очень много дел и будешь изменять, улучшать положение. А первый, пессимист отчаялся, он ничего не будет делать, но будет много разговаривать, потому что все плохо, и он будет постоянно причитать. Второй идеалист, он будет много разговаривать о том, как надо делать, что надо делать и как это все можно сделать, но он будет много разговаривать, но мало делать. Почему? Потому что как только у нас своего идеализма, то человек, который в фантазиях, в мечтах живет, он если своих вот этих мечты, фантазии, если он придет к реальности, он увидит, какой ужас, оказывается, реальность тяжелее, чем я думал. Оказывается, на самом деле, все так нельзя легко сделать, как я в себе в своих фантазиях и мечтах представлял. Поэтому он тоже мало что будет делать, и он будет ограничиваться своими разговорами, теоретизированием, рассуждениями, доказыванием, спорами и тому подобное. Например, взять хадисы. Какая у нас золотая середина в хадисах, которые говорят о признаках судного дня, или предсказания будущего. Какие у нас есть хадисы? У нас есть хадисы, которые приводят к оптимизму, а есть хадисы, которые приводят к пессимизму. Можно много хадисов вспомнить. Есть хадисы, которые Проксусан говорит о том, что чем дальше, тем хуже. Даже, ну, хадис. Не придет в моей общине времени, то есть каждый раз, когда будет приходить в мою общину время, каждое время после него будет хуже и хуже. Хадис в сборнике Бухари. То Проксусан говорит, каждое время будет приходить новое время, оно будет хуже. Дальше время, еще хуже. Дальше время, еще хуже. С каждое новое время будет хуже и хуже и хуже. Это достоверный хадис. А в другом хадисе Проксусан наоборот говорит, что будет плохо, но потом что? Будет хорошо. Эти хадисы, они все достоверны. А как, когда мы будем правильно понимать? То есть, естественно, если кто-то возьмет, соберет, их можно 50 хадисов собрать, в которых, как говорится, будет все плохо, будет фитна, будет разногласие, будет мусульмане убивать друг друга, будет несправедливость. Будет... Если взять, 50 хадисов собрать, которые говорят о плохих вещах в будущем, и только об этих хадисах говорить, у тебя что, конечно, появится? Пессимизм, отчаянность. Скажешь, о, все плохо, уже не справишь. Сам пророк говорит, что все будет плохо. Но если эти хадисы оставить, а взять только хадисы, в которых говорится, будет победа, будет то, придет то, установится халифат, придет там то, Махди придет, Айса придет, там, Ислам распространится во всем мире. Только хадисы оптимистически взять, а пессимистически вот эти оставить, здесь человек идеалист будет. А, нет, все, победа, все легко, сейчас быстро, все, вот Аллах обещал, все. А когда реально посмотрим на вещи? Когда мы соберем эти все хадисы вместе, и они дополняют и объясняют друг друга. Вот тогда мы будем правильно понимать и реально смотреть на вещи. Пророк, салам, сказал, если придет конец света, и в твоей руке что? Саженец, если успеешь его посадить, пока еще конец света не настал, посади его. Поэтому, какие бы хадисы мы ни находили, о том, что время дальше плохое, будут фитна, будут смуты, будут там то-то-то, Пророк, салам, ни в коем случае не говорил эти хадисы для чего? Для того, чтобы мы отчаялись и опустили руки. А говорил эти хадисы для того, чтобы мы остерегались этих вещей, обходили эти вещи, или правильно с этими вещами, что? Обращались. А хадисы, это достаточно говорить, что человек должен стараться делать то, что он может делать, какое бы положение что ни было. То есть, если бы даже конец света уже все, пришел, начал сотрясаться земля, если успеешь посадить саженец, посади. Потому что ты знаешь, что он из него ничего не вырастет. Но Аллах тебе напишет награду. Поэтому некоторые из мусульман, есть идеология, некоторые ждут Махди, что он придет и распространит справедливость, и соберет мусульман, и там победит иудеев, израильцян. Кто-то ждет халифа, что халифа придет, установит везде законы, справедливость, и там объединит мусульман и так далее. Ничего этого ждать не надо. Махди будет, не будет, когда будет. Халифа будет, не будет, когда будет. Этого ждать ни в коем случае нельзя, а ты каждый должен, мусульманин, стараться делать как можно больше благих дел, которые научил его ислам. От эмоциональности к разумности, так скажем. А? Нет, нет. Аклания, это как можно перевести? А? Аклания, это как можно перевести? Ага. Ну понятно, разум. Ну к разумности, хорошо, так скажем, к разумности и научности. От эмоциональности нужно переходить к разумности и научности. Вот. Что имеется в виду? Ислам не запрещает эмоции, правильно? Нет. Ислам не запрещает чувства. Но, к сожалению, мы среди мусульман находим очень много, что, если спросить, вот у мусульман, взять мусульман, даже мусульманские страны взять, арабские страны. Вот у мусульмани, как больше они за эмоциями, своими чувствами, мы не говорим плохие, хорошие эмоции, искренние эмоции, чувства, правильные, то есть правильная справедливость, добро, там так далее, против зла, против... Но действия их происходят, они в своих действиях, когда совершают какие-то действия, следуют за эмоциями, чувствами, или же обдуманно, спокойно обдумав, взвесив, спланировав и потом реализовав это. Мусульмане все-таки чаще всего следуют за эмоциями, чувствами и делают то, чему им тянут их эмоции, чувства, больше, чем то, что им говорит их, что разум или наука. И вот здесь мусульмане, чтобы исправить, одно из правил, то есть вещей, говорим, правильное понимание ислама, это что? Что эмоции и чувства должны быть, но мусульманин должен все делать осмысленно, обдуманно, разумно и научно. Конечно же, в человеке есть и чувства, и есть разум. Ислам это балансирует, он не говорит, что человек должен быть только разумный, то есть все делать хладнокровно, разумно, а чувства и эмоции не должно быть. Вообще такого нет в исламе. То есть в Коране очень много эмоций и чувства говорится мусульман, и они даже похвальны, но они должны быть что? К месту. Эмоции и чувства должны быть к месту, это первое. Второе, эмоции и чувства должны быть в рамках, которые Ислам установил, эмоции и чувства должны регулироваться чем? Разумом и знаниями. Аллах Субхан Царя в одном из аятов Суры Аль-Анфаль трофеи, добыча, второй аят говорит воистину верующие это те, которые если вспомнят Аллаха, их сердца содрогнутся. Это что? Их сердца содрогнутся. Это чувства, это эмоции. А если им читают знамение Аллаха, их иман увеличивается. И таких аятов можно Сура радость. Наверное, какие эмоции Аллах Субхан Царя похвалил эти эмоции у верующих. Вот это первое. Воджэлят. Воджэль. Что такое Воджэль? Сердца содрогнутся в благоговении, в страхе перед Аллахом Субхан Царя и в почтении перед Аллахом Субхан Царя. Воджэль. Сердца. Это Сура трофеи, второй аят. Сура Юнус, 58-й аят в этой Суре Аллах Субхан Царя похвалил такие эмоции мусульман как радость. Фарах. В Суре Зумур ряды. В 9-м аяте Аллах Субхан Царя похвалил такие чувства мусульман как риджа. Риджа это надежда. В Суре Аль-Байина разъясненная в 8-м аяте Аллах Субхан Царя похвалил такие эмоции мусульман как рида довольство. То есть Аллах Субхан Царя во многих аятах Корана хвалил мусульман за многие их нечувства и эмоции. То есть поэтому в исламе чувства и эмоции, конечно, похвальны и даже требуются. Но они должны что? Управляться разумом человека. То есть они должны быть подконтрольны разуму человека. А разум, конечно, должен регулироваться законами Аллаха Субхану Ва Цааля. Поэтому в Роке Салам в хадис сборнике Бухарии мусульм говорит Рок Салам говорит Я человек, как и все люди. Я иногда бываю доволен, так же, как бывают довольны люди. Я иногда гневаюсь, как иногда гневаются люди. Поэтому, если я кого-то поругал или кого-то ударил, я делаю это ему, как очищение от грехов в суд на день. Пусть это будет ему очищением грехов в суд на день. То есть Рок Салам даже от себя не отказался, что у него есть что иногда он может что-то делать по эмоциям и чувствам. И многое из хадисов, в которых передается, что Рок Салам следовал за чувствами и эмоциями. То есть иногда даже за чувствами и эмоциями что-то говорил, что в общем он запрещает говорить. Мус, Аллах Субхан Тааля в Коране, что о Мусе говорит? Вернулся Муса в гневе. Пророк Муса, он вернулся в гневе. И он человек, у него чувства и эмоции. Он вернулся в гневе, взял брата Гаруна за бороду. То есть он это спланированно сделал? Так, приду и возьму его за бороду. Нет, он просто пошел за эмоциями. Гнев взял Гаруна за бороду. Как это? Это пророк, великий пророк Муса. Взял за бороду и начал ругать Гаруна. И Гарун тогда сказал, ну не делай так там. И так далее. Дальше был свой как бы разговор. Где это было? Сура Аль-Араф. Преграды, 150-й аят. Там где говорится, как Муса пришел в гневе. Но почему пришел в гневе? Узнал, что кто-то из его народа сделали тельца и начали ему поклоняться. Поэтому мусульмане, у него должны быть чувства, эмоции, но он что? Должен регулировать чувства эмоций чем? Истиной. Аллах спонталя в суре Сад, 26-й аят говорит. Суди между людьми поистине и не следуй за их страстями. Страсть это тоже чувство эмоций. То есть Аллах спонталя говорит, пророк Мухаммад салу салам, суди между людьми поистине. То есть истина, она должна быть чем? Регулятором. Также таких аятов очень много. Сура Аль-Касас, 50-й аят. Пророк салу салам в хадисе, человек пришел, говорит, дай мне совет. Он говорит, что? Не гневайся. Не гневайся. Потом сказал, да еще совет сказал, не гневайся. Дай еще совет сказал, не гневайся. Три раза человеку сказал, что не гневайся. Также пророк салу салам в хадисе, это хадис сборники Бухари. Другой хадис тоже сборники Бухари. Пророк салу салам говорит, нельзя судье принимать решение, когда он что? В гневе. Почему когда он в гневе? Потому что даже если он разгневался на грех. Привели преступника, а преступник сделал плохое дело. И судья, кто-то подумает, а верующий должен же разгневаться. А если он здесь разгневается, у него сразу чувства, эмоции, что он решение какое примет? Он может принять, а? А, он может принять несправедливое решение. А какое может? Некоторые думают, преступника недонаказать, это ладно, вот это плохо. А вот наказать его больше, чем он заслуживает, это нормально. Нет, это не так. В исламе есть истина, аль-хак, есть справедливость, аль-адль, и хак и адль, истина и справедливость, это регуляторы. То есть, а что такое хак и адль? Это не дать чему-то больше, и не дать чему-то меньше. Поэтому, пророк салсалам в хадисе Бухарии говорит, нельзя судье принимать решение, пока он полностью, что? Не успокоится, хладнокровно, все взвешено, обдумает. Поэтому, пророк салсалам говорит, нельзя принимать судье решение, нельзя принимать решение судье, если он в гневе. Отсюда ученые по аналогии сказали, нельзя судье, даже мусульманские ученые что сказали? Нельзя судье принимать решение, какое-либо судейское решение, если он голодный, если он не выспался, Если он раздраженный, у него жажда, или он возбужденный по какой-то причине, или он не очень радостный. Если человек пришел, судья, пришел на работу судить людей, а у него утром ребенок родился. Что там? А, ладно, прощаю, прощаю. Не, ну как? Тоже нельзя. Поэтому человек, судья, должен быть далек от эмоций и чувств. Почему говорим от эмоций? Должны перейти к разумности, взвешенности, обдуманности. Эмоции иногда к чему еще приводят? Сказали, к несправедливости, к несправедливым, к неистинным решениям. Приводят к преувеличению самопохвалы. Самопохвала, да? Человек сам себя хвалит, да? Или не то, чтобы хвалит, а сам о себе хорошо думает. В любом случае, человек сам о себе хорошо же думает, хорошо. Но человек, вот это чувство, эмоция, да, такая, как чувство любви к себе. Это есть у человека такое чувство, любовь к себе. Да? Человек любит себя. Но это чувство он должен регулировать чем? Истиной. Поэтому человек должен смотреть на себя, должен любить себя, но должен смотреть на себя таким, как он есть. То есть, ты должен знать, конечно, никто не говорит, что, говорит, сидеть и говорит, я плохой, я не там вообще грешник, я все плохо делаю, там сидеть и сам себя хаять, да, это все же нет. Но в то же самое время ты не должен, то есть, ты должен подходить ко всему, что? К самооценке, то есть, не должно быть преувеличение или преуменьшение в самооценке. А это бывает когда? Когда человек за эмоциями следует. У него сейчас такое чувство, он преувеличивает самооценку. Да я знаешь какой, да я вот такой, такой, такой. А иногда у него бывает, наоборот, другое чувство, противоположное. Какое? Он, например, злой на себя, да? И сидит и преуменьшает самооценку. Да я плохой, да я вообще ужасный, да я вообще не такой, такой, сякой. И то, и то неправильно. Человек, когда говорит о себе, делает самооценку, должен делать самооценку обдуманную, разумную, а не эмоциональную. Это говорим о личности. То же самое, тема семинара у нас, что? Джемааты. Не середина. У нас тема сериала группы, течения, там всякие, да, партии. Здесь должна быть самооценка какая? У нас самооценка в основном, почти всегда, ее даже редко, когда единицы из сотен, если найдешь, обдуманную самооценку, взвешенную, хладнокровную, у нас почти всегда она какая? На чувствах и эмоциях. Я люблю эту группу, я ей предан, я в нее верю, там все правильно. Я люблю этих братьев, что бы они ни сказали, ни сделали, они правы. Этих, это одна крайность, да? Вторая крайность какая? Этих я не люблю, они неправильные. Что бы ни сказали, ни сделали, они неправильно делают. Понятно? И вот это у нас присутствует повсеместно. Вот это вот, то есть следование в самооценке или оценке другого, следование за эмоциями и чувствами, такими как любовь или наоборот ненависть. А здесь взвешенные, хладнокровные, спокойные, разумные самооценки или оценки другого у нас нету. Аллах Субантали говорит в Суре Женщины в 135 аяте. Аллах Субантали в Суре Женщины в 135 аяте говорит, посмотри на тех, которые хвалят себя. Посмотри на тех, которые, то есть, высоко самооценивают себя. Посмотри на тех, которые хвалят себя. Нет, Аллах будет хвалить человека. Хвалить или оценивать? Посмотри на тех, которые оценивают себя именно высоко, завышенно оценивают себя. Нет, Аллах будет оценивать человека и не будет ни справедливости никому. Аллах Субантали говорит о том, что это тоже, когда говорим от эмоциональности к разумности, взвешенности. Не должно быть излишней любви к кому-то или к чему-то, и не должно быть излишней ненависти. А это у нас очень распространено. Я не буду говорить конкретно кто, это все понятно. У нас здесь есть там муфтият, хазб-тахрир, хабашиты, ар-райт, селяфиты, та-та-та-та-та. Между ними какие отношения? Разные. Но мы находим самое распространение. Исключение, ну не знаю, встречал, не встречал, но обдуманного, взвешенного, объективного отношения друг к другу крайне редко. А в основном на что? Либо любовь, ненависть. Все. Любовь, ненависть. Этих я люблю целиком, полностью, что бы от них ни пришло. Этих я не люблю целиком, полностью, кто бы из них ни был, что бы, кто что ни сделал, как бы ни сделал. Все. Аллах спонталя об этом говорит. И это вообще, это не из идеологии ислама, это не из нравственности ислама, это не из законов ислама. Аллах спонталя в суре аль-Мумтахина в седьмом аяте говорит, испытуемая. Может быть, Аллах сделает между вами и теми, с кем вы враждуете когда-нибудь мавадда. А что такое мавадда? Аллах спонталя в суре. Слово мавадда использовало отношения между супругами, между мужем и женой. То есть, а какие отношения между мужем и женой? Очень близкие отношения. Здесь Аллах говорит, то есть нельзя переходить границы в ненависти. Вот не согласен и все, ненавижу, обрубаю все концы, вы враги, вы там неверные, вы забудшие, все, я с вами вообще, чуть ли не из разной религии, мы с вами вообще все, вот. А сколько, помню, делал где-нибудь такого, все, я с вами, все, вот. Вот это вот так. С таким вот жестом, все, я с вами никак, все, никогда в жизни, все. Никогда в жизни я с вами никак не буду, ничего. Такие слова мусульмане не должны говорить. Аллаху спанатали этот аят послал в отношении к неверным. Аллаху спанатали говорит мусульманам, что даже по отношению к неверным не должны быть вот таких вот, все, мы с вами никогда ни во чем вообще никак. Даже по отношению к неверующим. А если между мусульманами такое, все, я с вами никогда ничего, никак. Как это никогда ничего, никак. Ну сегодня поспорили, разогласили, поругались, завтра там наладится все и так далее. То есть это какое-то братство тогда то есть чем заключается братство если мы там сегодня поругались все больше на всю жизнь до смерти ты мой смертный враг даже по отношению к неверным такого не должно быть почему потому что может станет союзником другом поможет ему помочь чем-то мало ли то есть об этом у нас вантали говорит в этой суре о справедливости в одном из аятов овоспан царя это таят сурма и до трапеза 8 лет лая джерман на комшина а ну каумин аля лето дырю пусть смотрите алла спада что говорит пусть шанаан шанаан это очень плохие дела это очень плохое отношение вражда можно сказать ненависть или вражда пусть вражда каких-то людей к вам пусть вражда каких-то людей к вам не заставить вас быть несправедливыми к ним то есть ты знаешь что он тебя не любит но это не значит что ты тер может быть несправедливым по отношению к нему потому что ты за свою справедливость будешь отвечать перед аллахом не перед этим человеком а справедливости смотрите г мусульман отношения между друг друга отношения друг друга нет справедливости а ислам призывает справедливости в отношении неверующих вас понталя в суре мазан она вас понталекает мин алиль китар ума там по и матом я тлюна я тлюна аят аллахи ана аллейли ва хум язжедун юминуна биллахи вальяуми ахири ва ямруна бельмаруф вангауна алиммункер в юсари ауна хир хайрат Аллах спонтарь говорит из людей писания то есть не мусульман из людей писания есть кто умма каима которые молятся и из людей писания есть те которые молятся верит в бога верят в судный день приказывают добро запрещают зло и стараются сделать как можно больше хороших дел то есть Аллах спонталя справедливо учит мусульман что справедливо говорить не верующие неверующие все плохие все одинаковы кафиры все одинаковые эти это не из нравственности ислама это не изучение ислама это не из шариата ислама неверующих кафиры все одинаковое это неправда это противоречить очень многим аятом корана другой어� embarrassed for alaq at avordan и сум будет Мы потом дали эту религию людям. Из них есть кто? Тот, который не справедлив к себе. Это тот, который иногда делает хорошо, иногда делает плохо. Тот, который очень много делает хорошего. То есть Аллах спонтаря учит нас, видит разницу между людьми. Что этот такой, этот такой, этот такой. То есть Аллах спонтаря даже в отношении к неверным запрещает говорить все неверные и плохие. А у нас как? Все из этой партии все плохие. Все из этих группы все плохие. А вот все отсюда, они все хорошие. А вот все оттуда, они там все лучшие. То есть такого вообще не должно быть. То есть такого судейства поголовного в исламе даже по отношению к неверным запрещено. А должна быть что? Справедливость и объективность. Вспомним рассказ, когда один человек постоянно пил вино, а его каждый раз били. Пил вино, его опять били. Пил вино, его опять били. Однажды его перевели, даже он из Сахаба. Он опять очередной раз попил, его очередной раз по спине побили. А некоторые из Сахаба уже не выдержали. Сказали, ну что ты за идиот? Поругали таким грубым словом. Что ты за идиот? Ты постоянно пьешь, мы тебя постоянно бьем. И там кто-то даже, будь ты проклят там. Проксус Сарлем что сказал? Остановитесь. Почему? Пил вино, его наказание вот столько. А ты его проклял, это уже что? Это уже больше. Его наказание что? 40 палок, 40 палок. А ты его проклял, оскорбил? А это уже дополнение? То есть это уже плюс к наказанию? А это уже что? И потом не просто он остановил, запретил это делать, а сразу, чтобы мусульмане были объективны и справедливы, сказал, да, пьет. Но он любит Аллаха, его посланника. Сразу вспомнил его хорошие что? Черты. Есть хадис достоверный, в котором Проксус Сарлем очень длинный хадис. Это говорит о справедливости ислама. Проксус Сарлем описывал христиан, румов. Румы это христиане Византии. Очень длинный хадис. Я его просто буквально не помню, поэтому не буду его переводить. Но это достоверный хадис. Его мусульмане почему-то не знают. Но смысл в чем? Проксус Сарлем описывает общие качества, византийской христианской личности. Румов. Румы это вот византийцы христиане. Хадис в полстраницы, очень большой хадис. Там Проксус Сарлем около десяти. Хадис только хорошие их качества Проксус Сарлем вспомнил. Ни одного плохого их качества не вспомнил. Перечислил около десяти их качеств, хороших, положительных качеств, которыми они отличаются. Причем отличаются иногда в поле, в отличие от мусульман. Проксус Сарлем эти качества перечислил для чего? Первое, он показывает справедливость ислама. Да, пусть они неверующие, и может даже враги, с которыми ты воюешь, это не значит, что у них нет хороших качеств, это не значит, что у них нечему поучиться, это не значит, что в чем-то нельзя с них брать пример. Пророк Саусалям нас учит, что надо быть ко всем объективным и справедливым. Пророк Саусалям в этом длинном хадисе перечислил много разных качеств вот этой европейской и византийской личности и приводил эти примеры для мусульман, чтобы они где-то, может, даже в чем-то пример взяли, где-то чему-то научились. Пророк Саусалям в хадисе, в известном хадисе, что говорит мудрость, это вещь, которую верующий должен что? Брать везде, откуда бы она не пришла. Как? Здесь нужно вспомнить, Аллах Саусалям говорит в Коране, знания, которые у вас есть, их очень мало. Сура Аль-Исра, ночное перенесение, 85 аят. Мусульманин, да, эмоции, чувства, любишь себя, любишь свою группу, любишь свой джемаат, но ты должен всегда помнить, что где-то ты можешь ошибаться, нет такого, который не ошибается, нет таких, которые все знают, все правильно понимают. И Аллах Саусалям говорит, каждому человеку, говорит, знания, которые вам даны у людей, только что малые знания. Потому что все знают только Аллах Саусалям. В сборнике Абу-Дауда, Пророк Саусалям говорит, почему вы не спрашиваете, когда не знаете? Лекарство от невежества, это вопрос. Лекарство от невежества, это вопрос. В аяте, сура женщины, 83 аяте, Аллаху Тааля говорит, если бы они вернули этот вопрос к Аллаху, его посланнику, и тех, кто, как руководитель из них, или лидер из них, может быть, те, которые понимают, дали бы им ответ. Вася-салату, вася-саламу, ва-ля саиды мурсалин, ва ла алихи, ва сахби и аджмаин. Ас-саламу алейкум, ва-рахматуллах и ва баракату. Вначале мы продолжим тему, которую начали в прошлой нашей встрече. Это тема понимания ислама. Мы говорим о правильном понимании ислама и о тех вещах, которые нужно исправлять в понимании у мусульман, своей религии. Последний пункт, на котором мы с вами остановились, или на последний тезис, на котором мы остановились, в нем говорится, что мы должны перейти от эмоциональности и чувств или от следования за эмоциями и чувствами к разуму, к взвешенному и обдуманному действию. То есть, «миналь атифия и ляль акляния ву ляльмия». Некоторые из моментов, о которых мы говорили, это о том, что когда эмоции и чувства преобладают над разумом, над расчетом, над обдуманным и взвешенным решением, то тогда это приводит к очень большим и неправильным результатам или нехорошим, то есть плохим каким-то плодам, наносит вред и мусульманам, и призыву к исламу, и в общем обществу. Последнее или одно из проявлений превосходства или преобладания эмоциональности и чувств над разумом и научным расчетом или научностью, мы говорили, что одним из проявлений этого явления является то, что человек, то есть у него крайняя любовь к чему-то или к кому-то, или у него крайняя ненависть. В то время как это, конечно же, противоречит методу Корана или принципу Корана. Коран учит нас, и ислам учит нас, что не должно быть какой-то окончательной любви к кому-либо, что приводит к полному и слепому доверию, и также не должно быть окончательной какой-то ненависти кому-то или вражды по отношению к кому-то. Ислам учит о том, что человек, даже которого ты любишь, или которого ты уважаешь, или почитаешь, он может ошибаться, или может совершить грех, или может говорить, или делать что-то неправильное. Если же ты будешь ему бесконечно предан и бесконечно его любить, то, конечно же, ты можешь последовать за его ошибками и за его заблуждениями. То же самое касается и каких-то мусульманских групп, джемаатов, течений, партий. Мы находим, что очень многие последователи, у них именно такой подход. И, конечно, он абсолютно неправильный и он опасный, когда они доверяют полностью, любят какую-то партию, доверяют, полностью преданы и готовы следовать за ней до конца. Это, конечно же, неправильно. Почему? Потому что никто не защищен от ошибок, кроме посланника Аллаха, Мухаммада, салаллаху алейхи ассалям. С другой стороны, мы находим другую крайность, это полная ненависть, окончательная ненависть или вражда кому-либо, или, например, какой-то группе мусульман, или какому-то ученому. И здесь мы находим, что человек во всем видит только плохое, во всем, что исходит из слов или дел этой группы или этого ученого. Конечно же, это противоречит исламскому принципу, который учит нас объективности и справедливости по отношению к кому-либо или чему-либо. И вспомним аяты, об этом аяте мы говорили в суре Аль-Мумтахина, испытуемое, седьмой аят, Аллаху Субхану Таалли говорит «Асаллаху аяджу аля бейнекума бейна ладына аудейтум минхум мавадда». Аллаху Субхану Таалли в этом аяте говорит о неверующих, что может быть, Аллаху Субхану Таалли между вами и теми, с кем вы враждуетесь, сделает близость. Близость, доверие и, конечно же, это принцип Корана. Также из проявлений, то есть отрицательных проявлений такого пути, как превосходство эмоций и чувств над разумом и наукой, это, конечно же, одно из проявлений этого, это то, что многие из мусульман, и мы, когда говорим мусульман, имеем в виду, то есть активистов, которые занимаются исламским призывом, одно из проявлений, нехороших проявлений, неправильных проявлений этого является торопливость. Они, то есть, торопятся побыстрее снять плоды. И мы знаем, что Аллаху Субхану Таалли все создает постепенно. Этому принципу научил нас Коран. Коран учит нас, что все нужно делать постепенно. И Коран учит нас тому, что у всего есть свое время, свое время для того, чтобы созреть. То есть, Аллаху Субхану Таалли, конечно же, мог бы создать Вселенную, мог бы создать каждого человека, мог бы создать все в этом мире по какому-то другому принципу, например, по мгновенному принципу. Принцип мгновенности или какой-то там крайней быстроты. Аллаху Субхану Таалли, если бы захотел, он бы это сделал. Он на все мощен, на все мощен. Но Аллаху Субхану Таалли почему создавал Вселенную в течение нескольких дней, о чем говорит нам Коран? Почему Аллаху Субхану Таалли рассказывает нам в Коране о том, как он постепенно создает человека в утробе матери? Почему Аллаху Субхану Таалли показал нам каждый день, показывает нам живой пример того, как люди растут? Ты видишь маленького грудного ребенка, через несколько лет он уже подрос, стал более взрослым ребенком, потом он подрос и стал подростком, юношей, потом молодым человеком, потом взрослым, зрелым мужчиной, потом он начинает постепенно стареть, пока не становится пожилым и умирает. Аллаху Субхану Таалли показывает нам на примере каждого из нас о том, как Аллаху Субхану Таалли постепенно что-то формирует или растет. Что-то постепенно формирует или растет. То же самое касается всего остального в нашем мире. Все, все в этом мире происходит по принципу постепенности, то есть поэтапности. Есть определенные этапы, через которые что-то должно обязательно пройти. И опередить или обойти эти этапы невозможно. Это противоречит закону Аллаха во Вселенной. И, конечно же, Аллаху Субхану Таалли эту религию формировал, посылал ее частями в течение 23 лет, пока постепенно, поэтапно формировал мусульманскую общину и постепенно, поэтапно завершал эту религию. Поэтому все, во всем, и в этом мире, и в нашей религии Коран посылался 23 года по частям. Сунна пророка, сараллау алисалям, 23 года приходила по частям. Аллаху Субхану Таалли посылал свои законы шариата, постепенно приучая мусульман к ним. И примеров тому мы можем увидеть очень много. И самый легкий пример это то, что запрет алкоголя, употребление алкоголя не посылался в 4 этапа в Коране. Поэтому мы говорим о том, что во всем мусульмане должны следовать постепенности и поэтапности. То же самое это касается и победы. Победа или какие-то изменения. Вот мы сегодня находимся в таком положении, хотим прийти вот к этому положению. С одного шага, или с одного залета, или с одного прыжка это сделать невозможно. Поэтому должны быть этапы, должна быть постепенность. Но когда у человека преобладают эмоции и чувства, и это то, что мы находим у очень многих, не просто на уровне индивидуальности каких-то мусульман, а мы находим целые течения, целые группы, целые партии, у которых преобладает вот это вот эмоции и чувства. Они на уровне эмоций и чувств хотят достичь какой-то цели, установить халифат, или победить всех врагов, или освободить все мусульманские земли, или установить сразу все законы шариата, хотят это сделать сейчас, их эмоции и чувства к этому их толкают. И они пытаются как-то поторопить, приблизить или как можно быстрее это сделать, забывая, что Аллах, субханаля, все делает по принципу поэтапности. Поэтому здесь должен быть ясный, конкретный путь. Мы должны видеть этапы, по которым мы будем постепенно идти, и через них перепрыгивать невозможно. Есть общее правило шариата, это правило шариата, выведено из Корана и Сунны, в которое звучит так. Тот, кто поторопится в собрании плодов, не получит их. То есть, кто будет.